Добро пожаловать! Вы на канале Ольги Швец. Сегодня мы поговорим о кистях. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Значит, это японский вариант. Вот этот вот. Не советую его, потому что при мытье он линяет. Если кисточка белая, она очень быстро завозюкивается. В общем, они практически, я вам скажу, вот эти японские, очень стильные и классные. Они, да, они такие аутентичные, смахивают на кисти из мемуаров гейши и т.д. и т.п. Но стирка непригодна в случае с ними. Мытье какое-то, то есть какой-то сухой способ очистки, ну, знаете, вообще-то как бы, ну, нет, не вариант. Я не советую вот эту кисть никому. Пусть она так лежит, я буду ее фототь в Инстаграме так и писать, что ее не надо брать. Значит, вот такие кисточки теперь пошли. Классные. Вот этот набор я брала два или три года назад. 12-й год, в декабре, наверное, он пришел. Я его тут дополняла всякими малюсичками вот такими. Вот она, фиксовская. Я давно ее искала. Вообще, вот такая форма вообще шикарная. Возьмите, попробуйте. Возьмите, попробуйте, и вы поймете, почему я ее рекомендую. Тем более, фиксы не стоят вообще три копейки. Так, вот этот набор пришел ко мне из Англии. Я тут сколько-то выгребла из него кистей. Ну, в общем, пользуюсь пока, пока они дышат. Пока они дышат и пока на свалку не собираются. Кстати, напишите, может быть, кому-то они пригодятся там для коллекции и так далее, потому что выбрасывать бы не хотелось. Но пока они работают, пока они справляются со своей задачей, вот кисточка в форме пальчика. Она такая маленькая, очень хорошенькая для проработки. Вообще супер. Очень сложно промываются. Вот эти все черные кисти, они линяют, потому что я мою как следует, то есть не ледяной водой. Я мою нормальной, такой теплой водой, но не в прогоречи в любом случае. Вот этот черный ворс, вот он, китайский, он линяет, поэтому приготовьтесь к этому, увы. То есть пока вы будете прохладной водой с мылом мыть, все будет хорошо. Как только вы с такой нормальной горячей водой и мылом, все там раскрываются какие-то, не знаю, чешуйки, и все, и краска потекла. На бумажное полотенце, через них она может протечь на стиральную машинку, на которой они лежат и сушатся. Ну, в общем, как бы не знаю. И еще, конечно, новые-новые, я покажу вам их обязательно сейчас. Значит, вот кисточки, которые я заказывала на Байн Коэнси. Вот такая косметичка, вернее, сори, вот такой чехол, из минусов он тряпочный. Могут сказать, что он стирается, но если вы берете мокрыми руками, то остается пятно, вот такое. Ну, вы его, наверное, видите, да. Оно такое не сильно заметное глазу, ну, в общем, это огромный минус. Сразу понятно, что делал человек, который в этом ничего не понимает, к сожалению. То есть все, что такое тряпочное снаружи и изнутри, оно потом будет просто запачкиваться. Поэтому здесь есть вот такой вот дубль-пакет, куда можно складывать использованные кисти. Я вам сейчас их покажу поближе, вот, чтобы вы поняли, какие они классные. Они прямо такие вот на ощупь, такие прям лакшери-лакшери. Названий номеров кистей нет, есть только название бренда. Ворс синтетический, божественный, мягкий. Здесь смесь синтетики и... Да, здесь смесь синтетики и натурального ворса. Вот эта кисть просто бомбическая. Вот эта кисть просто бомбическая. Они грязные, они после работы. Вот столько кисточек мне понадобилось, чтобы сделать один макияж на ребенка 10 лет. Фотографии я вставлю, если вам интересно, что получилось. То есть много не надо. Все, вот такой набор, два человека вы накрасите. Всех люблю, целую. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok